Дорогие друзья, снова в эфире Серджио Сумко, мой старый добрый друг. И сегодня он пришел не с пустыми руками, пришел и с подарками, но одновременно и со своими книгами, старинными книгами. Я видела одну, она очень-очень старинная. Какого года? Значит, дорогие мои, вот эта книга называется «Тетра Библас». Ее автор Клавдий Толомей, да, и он написал ее примерно в сотом году, да, от рождения Христа. Значит, это уже сколько лет, да, это уже современное издание, да, но оно просто переведено на русский язык и все, да. И самое интересное, что когда ты читаешь эту книгу, да, это особенно интересно для астрологов, да, как будто она написана сегодня и для нас. И я немножечко хочу сделать такое введение, что в свете Аполлона, тех самых девяти муз, да, была и Урания. Урания — это муза астрономии, и как раз Птоломей был астрономом, математиком, географом и так далее, так далее, так далее. И астрология родилась из астрономии. Она родилась методом наблюдений, да, очень долгих-долгих наблюдений и выводов, которые можно было сделать из этих наблюдений. Ну, например, да, астроном стал наблюдать зачем? За приливом и отливом, да. Когда это происходит? При полнолунии и при новолунии, да. То есть астрономия — это наука, которая исследует все физические тела, как они выглядят физически, химически, какие у них траектории и так далее, так далее, так далее. А астрология — это наука, которая рассматривает, как влияют эти небесные тела на нас, на человека. Вот это и есть объект, да, изучения науки, которая называется астрология. И вот, да, приливы и отливы, да, это благодаря Луне. А что делает вода из нашего организма? Она действует точно так же, как действуют приливы и отливы. Или вода приливает сюда, в голову, да, или же ударяет в пятки. Ну, нет, в самом буквальном смысле этого. В самом буквальном смысле она подымается, она подымается. Вот сколько там, две трети, да, организма человека вставляет вода, да? Вот она действует точно так же, как действуют приливы и отливы. Вот почему в полнолунии не рекомендуется, что операции, потому что в полнолунии могут быть такие страшные кровотечения, которые остановить невозможно. И во время Второй мировой войны, если кого-то ранило, то практически он не выживал, потому что кровотечение было остановить невозможно, при том при тех средствах, которые были в то время. Это очень интересно. Но я бы не хотела, чтобы какой-то гость сказал, ты знаешь, я сегодня не смогу прийти к тебе в студию, потому что у меня сегодня волна воды поднялась настолько наверх, что я уже, так сказать... Вот и Валерия будет учитывать тоже фазы Луны, и будет учитывать и другие вещи, которые... Для чего это было сделано? Для того, чтобы облегчить нам жизнь. Для того, чтобы мы жили в космических ритмах, а не вопреки им. Потому что одна тетя сказала, знаете что, господин Сергей, мы как жили без астрологии, так и будем жить. И, пожалуйста, ставьте нас в покое. Я говорю, знаете, я ничего не имею против, да? Но вам не легче было бы знать все это. Вы можете не верить в закон гравитации. Вот вы даже не знаете, что яблоко упало на голову Ньютона, и он этот закон открыл. И вы это можете не знать, это ваше дело, да? То есть никто вам такую информацию не дал. Но этот закон существовал, существует и будет существовать. Точно так же и все те законы, которые исповедует астрология, они работали, работают и будут работать. Ну и замечательно. Зачем этой тетке знать астрологию? Зачем тетке знать высшую математику или еще что-то? Не надо это знать. Конечно, для этого есть астролога, она обращается к астрологу-профессионалу, и тут ей говорит то, что надо делать. Да, но главное, что она не обращается, поэтому она попадает в просак. Я работал 8 лет на антеначе. И вот у меня была ночная программа с 0 часов до часу. И я уже слушателей как бы приобщил к некоторым астрологическим понятиям и так далее. Они знают, что такое ретроградный Меркурий, что такое там полнолуние, новолуние и так далее, и так далее. Вот одна тетка звонит и говорит, ну и когда кончится этот ваш ретроградный Меркурий? Я говорю, ну он такой наш, как и ваш. А в чем дело? Ну я пошла, купила пылесос, не проверила его, принесла домой, а он не работает. Хотела его отнести, а продавец говорит, тетя, надо было разрывать глаза здесь в магазине. А не надеется, она ретроградный Меркурий? Нет, я ее спрашиваю, но вы знали, что ретроградный Меркурий? А в ретроградный Меркурий нельзя ничего нового начинать, нельзя ничего дорогостоящего покупать, от поездки лучше отложить, в документах вкрадываются ошибки. У меня есть, у меня есть, у меня есть небольшой вопросик. Сердю, ты не боишься жить в Кишиневе? Я, я Николай, ничего не боюсь. Объясню, вот ты сейчас объясняешь, например, что вот завтра ретроградный Меркурий, не надо ничего покупать. И все продавцы, все директора магазинов, они говорят, ты что, я не боюсь. Вместо того, чтобы народ наоборот к нам посылать, они говорят, идите покупайте все подряд. Я за народ, потому что у меня есть очень много фактов, да, вот эту женщину. Я спросил, я говорю, ну вы знали, что ретроградный Меркурий? Да. Я говорю, ну а почему вы пошли? Она говорит, ну я думала, что меня пронесет. Я говорю, пронесет только после касторки. А так вообще это не проносит, да? А что вы сейчас хотите сделать? Ну пойду, куплю себе еще один пылесос. Я говорю, ну если у вас есть деньги на два пылесоса, пожалуйста. То есть дорогостоящие предметы, дорогостоящие вещи и так далее, именно в этот период не рекомендуется. Ну подожди 24 дня, и потом иди, выбери, договорись, после этого купи, и все будет окей. Это уже очень интересно, да? Действительно, я вот не задумывалась об этом. Более того, когда я еще работал полную силу на телевидении, мы с дорожной полицией провели такой эксперимент. Скажем, вот сегодня 10-е, да, сегодня предноволуние, да, а вот завтра новолуние, а потом после, да. Вот сегодня 10 ДТП, в день новолуния, а больше всего в полнолуние 20, и потом, ну где-то так 15-16. То есть мы хотели просто статистически, да, доказать, что это не наши выдумки, что это не то, что захотелось... То собаки не зря воют на луну в полнолунии. Да, все, все... У них вода поднимается. Сержи, с сумкой и так далее, и так далее. Более того, мы отрицаем даже некоторые вещи, которые очень хорошо знали наши прапрапрадеды. Вот я когда преподавал в начальной астрологической школе, да, мы разбирали затмения, да, лунные, солнечные затмения. И один слушатель из Гагаузии мне рассказал такой интересный случай. Значит, что такое солнечное затмение, да, когда днем становится темно, как ночью, на некоторое время, там, на 5, на 10 минут, да. И он говорит, что я был свидетелем, когда моя бабушка там и соседки и так далее вытащили из кухни разные чагунки и так далее, и стали бить. Стали какие-то звуки, да, имитировать. Почему? Потому что они знали, что фаза затмения солнечного, это очень серьезная фаза. И на землю идут очень такие негативные энергии. То есть нельзя ничего начинать, нельзя никаких решений принимать, обостряются хронические заболевания и так далее. То есть как бы злой дух спускается на землю. И вот тетя Гракина вытащила крынку, да, ложку и бьет, да, с тем, чтобы отогнать злых духов вот от ее дома. Значит, это передавалось по наследству. Даже неграмотные люди это знали и это применяли. То есть получается, что мы неграмотнее, чем те, которые были до нас. Да. Хотя источников есть сколько угодно, да. Вот ты тут принесла мне две такие замечательные книжки и так далее, читай, наслаждайся без проблем. Более того, особенно для тех, кто обладеет румынским, французским, испанским, итальянским языком, очень легко сориентировать все свои действия по названию дней. И вот об этом мы сделаем такую интегующую паузу. Я расскажу в следующем эпизоде. Обязательно. Я бы хотела, чтобы мы составили вместе гороскоп на завтрашний день. И завтра его уже все увидят. И увидят, как ты составляешь гороскоп. Это очень интересно. Хотя бы приблизительно новый опыт в студии клоуна Нафталина. Герои, как всегда, проходят испытания. Каждый из них должен доказать на прочность, что он действительно есть тот, за кого он себя выдает. И вы сами увидите свои...